Дети могут испугаться, прятаться под кровать и убежать куда-нибудь. Вообще в другую сторону лагеря. Мне нужно их всех собрать. Мы такие рекордсмены. Весь лагерь эвакуировался за минуту и 27 секунд. Полторы минуты при норме в пять. Результат небывалый. Евгений и другие вожаты после заезда сразу знакомят детей с правилами поведения при ЧС и проводят тренировки. Этим летом таких репетиций в «Медвежонке» будет больше здесь. Не три, а четыре смены. Готов ли лагерь к приему детей, сегодня проверяет специальная комиссия. Этот сигнал уже на пульте пожарной части Первомайского района. До приезда машины пламя локализуют. Напор сильный, так как трубы новые. В этом сезоне подготовка лагеря непривычно масштабная. Полностью восстановлен водопровод, потому что зима у нас была очень сложная, потому что было тепло, потом заморозки. Сквозь дождь, снег мы и выгребали территорию. Обычно мы выходим в начале апреля, а в этом году, конечно, у нас это все сместилось на один месяц. Еще пара крупных обновлений. Замена кровли и потолочных покрытий в столовой, строительство сцены в клубе, установка видеонаблюдения у главных ворот лагеря. Вопрос безопасности главный, но не единственный. Комиссия отмечает, и насколько детям комфортно. Роспотребнадзор. Роспотребнадзор смотрит на наличие мебели, достаточно ли мебели, все ли покрашено, как хранится уборочный инвентарь, наличие прикроватных ковриков. Замечаний к подготовке лагеря у надзорных органов нет. Первая смена здесь начнется в субботу. В выходные же состоится и массовый заезд в большинство лагерей края. Пришло тепло. Тем не менее, персонал готов к любым прелестям погоды. Все загородные оздоровительные организации подготовились к хорошему просушиванию одежды, обуви. То есть, на самом деле, вот это очень важно. Это впервые такое нынче? Не впервые, но нынче мы на это обратили внимание. Особое внимание. Особое внимание. И на второй комплект одеял. В этом сезоне в регионе откроется 67 загородных оздоровительных учреждений. Всего же на Алтае будет работать 912 организаций отдыха. Большинство из них – это пришкольные площадки. Отдохнуть в них смогут 175 тысяч детей. Анастасия Драган, Андрей Печоркин. Наши новости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова